вот такой вопрос у предназначения я так понимаю что у нас уже эти чуйки все ты сейчас морщишься от чего значит чуйка все-таки не атрофировано что значит твое одно из предназначений человеческих морщится когда неприятные условия выходить из них чуйка сохранена обоняние сезоне так далее все пять чувств сохранены и шестой у тебя тоже существует просто иногда те говорят его не существует тебе вложили представление о несуществовании этого ты этим пользуешься говорит этого нет бога нет гагарин летал бога не видал бога нет бог умер под поэтому атрофированы они могут явиться тогда когда ты с этим смирился когда ты себе это отрезал на уровень ментальным или физическом да как просто ты с вами для начала что это все есть места все сонок что этого нет поставь сонку это есть это первое не ну есть обезду можешь ну могу ну ну могу обезду можешь могу ну да вот поэтому здесь надо понять первое что необходимо сделать это убрать занозы которые те навешали этого нет этого нет этого нет вот это так это всяк это брожен узнал убрать идти по вражеским сновкам нельзя вот и все поэтому это первое исходя из этого по этому следу следующее что ты должен обращать внимание на то что тебе пока не понятно но допускать что это существует и третье не пытаться это повторить а пытаться понять что кто-то этим владеет вот нас много людей каждый уникален своем вот есть это семь симеонов до сказка русская но там по-разному называются чем она интересна что каждый человек вроде братья сыны одной матери сына одного отца каждый человек был уникален своем направлении кто-то быстро это дело кто-то лучше это дело так далее когда их разделили их стали побеждать когда они объединились они решили все проблемы все задачи так вот если я по природе своей что-то не чую но я знаю что то есть надо найти того кто это чует взаимодействует с ним если ты это хоть как-то чуешь значит тебя есть предпосылки к это пониманию этого всего и значит тогда надо развить но теперь следующий вопрос развить до какого уровня до уровня супер сверх мастерства либо до уровня просто пользования ты смотри чуйка есть у дворника чуйка есть у дворника конечно есть он чувствует когда листья могут начать падать когда частота определенно наступает когда он убирает да когда нужно остановиться и так далее чуйка есть у тех которые занимаются например там изучением природы и они уже сами понимают когда это начнет падать так далее но они уже с точки зрения науки чуйка есть плачу и чуйка есть планирование когда урожай убирать когда есть и когда он вот соединяется вместе чуйка с точки зрения частоты человек с точки зрения планируя и основаны на науке тогда всем хорошо это дворника не будем загружать теми проблемами которые не касают которые не касаются и в то же время мы будем давать задание ученым разрабатывать что-то вот наша задача складывать складывать и не всегда ты будешь уникален во всем ты уникален чем-то найди свои сильные стороны чуйку ти обязательно по твоей сильной стороны заточена обязательно да и ты тогда свое предназначение будет раскрывать неоднократно говорил хочешь понять свое предназначение пойми для чего это тело было создана тело просто так тело просто так не создана не однократно горść хочешь понять свое жизненное предназначение пойми для чего этот инструмент называемым твоим телом тебе был дан если поймешь направленность этого тела его качество то тогда поймешь свое жизненное предназначение и тогда не будешь ни с кем конкурировать ты будешь молодец на своем месте лучше всех и будешь складывать с другими тогда вопрос возникает как ему понять еще раз обратим внимание на свое тело ну вот посмотри друг на другу аж тела отличаются дальше вы скажите себе он делает с радостью тоже что с радостью делаешь ты а это тело при чем тут дело хорошо мозг управляет телом но ведь тело дано под определенный ты же не можешь иногда сделать то что делает он а он не может сделать она тоже не это очень очень из важных элементов один из первых элементов это можно сделать это несколько может облегчить но надо учитывать это тоже неоднократно провел эксперименты сейчас надо уже заканчивать я думаю что завтра мы об этом поговорим более подробность такой интерес будет дело в том что четыре уровня бытия и много под уровней которых намного больше чем три и определяют и предсказуемость и управляемость для первого уровня все что точно определено какими-то картами звездными планетами картами расчетами неважно есть же разные расчеты есть как оно действенно от 100 до там 75 процентов исполнения чем выше поднимается уровень развития человека тем меньше предсказуемость да это уже тоже проверено многие кто и занимаясь вопросами неоднократно мне об этом говорить у него у нее есть нет не то что программирование просто вам предсказуем предсказуемого 10 предсказуем ну давайте на этом закончим на сегодня да все чтобы быть в курсе событий получать сообщение о начале живых эфиров и выходе новых записей передач и программ на нашем канале youtube нужно нажать на кнопку подписаться и обязательно нажать на знак колокольчик понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях чтобы быть в курсе всех событий народного славянского радио заходите на наш сайт славрадио.орг и подписывайтесь на нашу рассылку вместе сделаем мир лучше быть добро спасибо за просмотр! Продолжение следует...